Всем привет! Вы снова попали на канал Адекватность ТВ. И сегодня мы с вами будем обсуждать Украину, и следующее мое видео будет про Литву. Украину в этом году будет представлять группа GoA, которая и должна была представлять Украину в прошлом году. Только с песней Соловей. Скажу заранее, мне не очень нравится фольклор как жанр. Это не значит, что песня Соловей предыдущего года мне не нравилась. Мне очень даже нравилась песня Соловей. Но мне как жанр фольклор не очень заходит. То есть я больше по танцевалкам, по балладам, а фольклор мне не сильно заходит. И я надеюсь, что песни этого года мне зайдет больше. И песня называется Шум. Но вообще, в принципе, я сама немного запуталась в хронологии событий, поскольку изначально GoA должны были представить вообще пять песен на отбор. Он должен был быть, я так понимаю, открытым. Его должны были смотреть, оценивать. И должны были выбирать зрителей из пяти песен. Но потом GoA вообще представили только три песни. То ли они говорили, что песня уже у них написана и будет представлена в марте. В общем, кто разбирается в хронологии событий, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я сама запуталась. И вот буквально, я уже не только у числа было представлено три песни. Это Шум, Рана и Церковка. И из них как раз национальное жюри и выбирало. В общем-то, еще я, по-моему, услышала, что с этой песней есть какой-то скандал. Но я в этом не уверена. Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я уже запуталась реально во всем, что происходит. Что эта песня вроде как является какой-то копиркой народной украинской песни. В общем, напишите в комментах, кто знает, кто разбирается. Чтобы я смогла разобраться, конечно, во всей этой хронологии событий. Так что мы с вами посмотрим клип, послушаем песню, что вообще новое представляют в этом году. И клип у нас не загружен на официальный сайт Евровидения, поскольку я слышала, что клип будут переснимать, и он будет представлен в марте. Но посмотрим, что есть. Так, слушаем Украину, Гоэй, с песней Шум. Так, секунду. Просто для меня какое-то прям неожиданное начало было. И у них такие костюмы. Это, знаете, прям коронавирус-коронавирус. Ну, всё так актуальненько. И такое начало прям для меня было неожиданное. Просто я не знаю украинского языка, и мне просто интересно слушать, конечно, знать перевод, о чём поёт солистка. Может быть, потом почитаю перевод. О, пошли танцы. Очень похожи на эти танцы, которые были в том году. О, пошли инструментики. Мне очень нравятся. Мне нравятся всякие такие инструменты, особенно, когда они уместны. Та же самая лесопилка. О, какой-то мужчинка, парень так интересно танцует, двигаться. Я просто хочу сказать, что пока песня мне нравится, ну, хотя бы тем, что она необычная. Она меня качает. Конечно, это не соловей, но мне пока заходит. Просто клип такой, знаете, интересный. И вот эти вот танцы, очень похожие танцы были в том году, наверное, на Цадборе. И там вот этот вот парень очень интересно вдвигался, танцевал. О, пошёл вокал. А это, знаете, как будто кузнечик вот прыгает. Мне вот это напоминает вот этот инструмент. Нет, ну вот это, конечно, просто лучшее. Знаете, это просто я на дискотеке. Вот так танцую я. Нет, я просто не могу. Я с этого мужчинки угораю. О. Я так понимаю, пошла модуляция. О, пожалуйста, можно ли сейчас будет что-то взрывное? Потому что прям нагнетает, нагнетает, хочется, что-то прям было очень взрывное под конец уже. Я так понимаю, что вот это, знаете, как раньше вот были хороводы для призыва дождя там. И под конец мы просто, да, эти тусичьи, мы просто двигаемся, тусы. Под конец уже всё, у нас тем как ускорился, и всё, пошли в танцы. А знаете, мне даже очень нравится, особенно когда темп ускорился. Я даже начала немножко так запоминать, хотя я язык не знаю. Вот под конец нужна, да, такая прям нота. Мне интересно, сможет ли солистка это исполнить вживую, вот то, что вот было в самом конце. Мне просто интересно. Вот знаете, это как будто реально пухляш, который вот остался один после того, как Little Big исчезли. Вот знаете, это мне вот это напомнило. Чувак остался один, как пухляш. Итак, я послушала песню, посмотрела клип Гоуэй, что я могу сказать? Мне эта песня даже больше понравилась, чем песня Соловей. Ну, по моей реакции там было понятно, что я обратила внимание на этого танцора, который потом в клипе остался под конец один. И знаете, это мне напомнило наших Little Big в том году, когда тоже вот был пухляш, он там танцевал, выделялся на фоне Little Big, и потом в конце, когда они исчезли, он тоже остался один. Вот это мне напомнило. Сам клип снят на одной локации, то есть клип мне, знаете, что напомнил? Когда начали вводить хороводы, это то ли народные гуляния, то ли раньше были хороводы, всякие разные обряды для призыва дождя, но я слышала, что эта песня, она олицетворяет собой призыв весны. Мне песня зашла, мне понравилась аранжировка, мне понравились инструменты, которые там использовались. То есть я не могу сказать, что эта песня мне там не нравится, я испытываю к ней особое отвращение. Нет, такого нет. Мне песня очень даже понравилась, но пока что ничего не могу сказать по поводу там прохода, не прохода в финал, поскольку мы не знаем всех песен, мы не знаем ещё и половины песен, и пока очень сложно говорить. Но шансы есть, поскольку, допустим, жеребьёвка осталась та же самая, что и в том году, просто очень много соседей собралось у нас именно в первом полуфинале, там, Россия, Украина, Белоруссия, там, Литва, Азербайджан, то есть очень много стран именно СНГшных, и вполне возможно, что песня «Шум» может даже и пройти. Но мы пока не знаем, номеров там нет, песен и половины нет. В общем, посмотрим. То есть я оцениваю эту песню вполне положительно. Мне больше всего зашла именно концовка, когда темп начал ускоряться, и как бы песня всё повторяется, повторяется, и ты её можешь запомнить. На этом всё. Спасибо, что посмотрели это видео. Пишите в комментариях, как вам Go A, какая песня вам нравится больше из Нацеппора. Возможно, вам больше понравились другие песни, там, Рана или Церковка. Пишите. Я, конечно, их не слушала, но, может быть, как-нибудь послушаю отдельно записи видео. И следующее видео у нас будет по Литву, так что оставайтесь, будет очень интересно, будет очень жарко. Посмотрим, что нам представит Заруб. Я просто очень сильно в предвкушении. И я с вами прощаюсь, до скорых видео. И всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok